Завтра, 23 января, погоду будет определять Атлантический циклон с центром над Норвежским морем. Он продолжит поставлять теплую и влажную воздушную массу со Средиземного моря. В результате погода будет отепельной, сырой и слякотной, с температурой на 7-10 градусов выше нормы. В субботу облачно с небольшими прояснениями. Небольшие осадки в основном в виде дождя. Влажность до 90%. Местами будет сгущаться туман. Видимость до полукилометра. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление будет расти. В 8 утра температура воздуха составит минус 1, плюс 1. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от плюс 2 градусов по северо-восточной половине до 6 тепла по юго-западу. К вечеру температура воздуха от нуля по востоку до плюс 4 по юго-западу. В воскресенье и в начале следующей недели погодные условия будут определять теплые и влажные воздушные массы средиземноморского происхождения и фронтальные разделы, смещающиеся с юго-европы. Будет преобладать облачная погода. Пройдет кратковременный дождь в перемешку с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман. Видимость до полукилометра. Слабый гололед. На дорогах гололедится. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 4, днем 0, плюс 6. На смену морозом пришла аномальная отепель. Как не стать жертвой температурных перепадов? Ниже некуда. Якутия переживает самую суровую зиму за последнее десятилетие. Подарить тепло мужчинам не за горами 23 февраля. И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы. И самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. И еще много интересного вы сможете увидеть в программе «Метеогид» в субботу в 20.45. У меня все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только. Далее более подробный прогноз по областным городам и зарубежным столицам. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова